Мария Дмитриевна, давайте прям вот поддержим, на самом деле, что масса переживает, волнуется, потому что он хочет рассказать о своем проекте. Итак, тебе слово. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо за то, что поддержали идею проведения Международного дня женщин в науке. Действительно, такая дата существует, и она на самом деле вполне официальная. То есть я знаю, что вот сейчас в Миноборнауке России готовится материал о женщинах-ученых, выдающихся, и там будет про нашу карельскую ученую-геолога, которая придумала кое-что новенькое из Шингита. В общем-то, спойлер. Завтра читайте в новостях. Я надеюсь, все получится. Вот, а я небольшой экскурс делаю в историю вопроса. 11 февраля, Международный день женщин и девочек в науке, он отмечается с 2015 года по инициативе ЮНЕСКО и призван обратить внимание на то, чтобы у всех женщин и девочек был равный доступ к тому, чтобы наукой заниматься и захотеть заниматься наукой. Потому что даже сейчас мы, наверное, можем услышать фразы в школьном возрасте «Зачем тебе вот это?» «Ты же девочка», «Зачем тебе занимается физика?» «Ты же девочка», «Зачем тебе технические науки?» «Это для мальчиков». Есть более радикальные вещи. Мы все знаем, что видим в новостях, что происходит в Афганистане, например, и это, конечно, ужасно. Есть свежая статистика ЮНЕСКО. По данным последнего доклада о науке и образовании, 33% исследователей — это женщины. Ситуация чуть-чуть стала лучше. По данным предыдущего доклада, насколько я помню, это было 30% или чуть меньше. Но ситуация остается не очень позитивной в инженерных науках, технических, информационных технологиях. При том, что одновременно признано, что в цифровой экономике существует нехватка профессиональных кадров. Но вот, несмотря на это несоответствие, все равно меньше женщин в этих специальностях. Есть статистика также по Нобелевским премиям. Обратите внимание, всего 3% Нобелевских лауреатов — это женщины. Что же? Да, этому на самом деле есть много причин. И в первую очередь социальных причин. О них можно рассказывать много, рассуждать, соглашаться, не соглашаться. И это, наверное, тема отдельного выступления. Но вот буквально там, да, экскурс в историю. Вы знаете, наверное, что женский вопрос в образовании был решен не так давно в Европе. Это в середине XIX века. У нас гораздо позднее женщины смогли получать высшее образование в конце XIX века. Это известные бестужевские курсы. А учиться в вузах наравне с мужчинами они смогли только с установлением советской власти. А что у нас, прямо вот у нас, у нас? В России на самом деле ситуация с гендерным неравенством в науке и образовании получше, чем во многих западных странах. И это связано в первую очередь с тем, что в советское время было такое эмансипированное движение. И с одной стороны, с другой стороны, из-за трагических событий XX века женщинам приходилось занимать те должности, те профессии, которые считались мужскими. Поэтому вот такая традиция продолжается. И женщин у нас больше, чем по статистике, чем в других странах. Женщин в науке. Однако есть другая статистика. Вот я ее буквально свежую смотрела. По академикам Российской академии наук. Их 866, если мне не изменяет память, из них 51 женщина. То есть отношение 1 к 17. Ну, такое говорящее. И что особенно приятно, в эту небольшую статистику представительниц прекрасного пола в Российской академии наук вошла в прошлом году наша Нина Николаевна Немова, биохимик, сотрудница Института биологии Карельского научного центра РАН. И это большое событие. Нина Николаевна стала первой ученой, вообще первым ученым из Карелии, которая стала академиком РАН. Вот, давайте по поводу. И это большое повод, как и все. С нашей республикой, наукой. И вот вчера, позавчера Карелия Стат выдала статистику по ученым в Карелии, опять же, да, у нас 265 кандидатов, наук из них 64% женщин. Это много, это хорошо, да, такое, немножко противоречит тому, о чем мы говорили до этого. Однако, что касается ступеней выше доктора наук, то здесь женщин уже поменьше, 43%. Такая статистика. Я расскажу сейчас о нашем проекте «Неслабая наука». Поднимите руки, кто смотрел фильмы «Неслабой науки». Вот, здорово. Спасибо, что вы посмотрели. И мне очень радует, что не все смотрели, на самом деле, потому что теперь мое выступление будет анонсом. И это дает дополнительный смысл мне. Итак, наша цель, наш проект вообще заключался в том, чтобы снять фильмы о классных женщинах-ученых, о российских женщинах-ученых. Но так как мы живем в Карелии, мы решили начать с нашего региона. И мы рассказывали об их исследованиях, достижениях, трудностях, победах. И получилось очень здорово. Сейчас я расскажу вам о героинях, то есть о том, чем занимаются карельские женщины-ученые. И докажу, что их работа действительно имеет мировое значение и вносит вклад в жизнь мира, как мне кажется. Ну вот сначала только покажу нашу команду, потому что это был совместный труд, и каждый наш член команды вносил определенный такой большой вклад в этот проект. Вот, ну, все в порядке появления на фотографии. Даже в команде больше девочек. Да, но не все. И героиней нашего проекта было 10 фильмов, но на самом деле героиней было больше девушек, потому что, например, у нас выступала руководитель лаборатории и ее ученица, ее последовательница. Вот, мы показывали науку в Карелии, существует не только в Карельском научном центре, конечно же, это и Петрозаводский государственный университет, и музеи-заповедники, музеи-заповедники, музеи-незаповедники. То есть научные сотрудники есть в разных организациях, и о них, конечно, приятно всегда рассказывать. Итак, я начну тогда по очереди, по очереди появления ученых в нашем проекте. Маргарита Васильевна Кистерна, древесиновед. И каждый раз, когда я показывала наших героиней, слово «древесиновед» просто сразу приводило всех в восторг полнейший, и это лучше, наверное, был анонс всего проекта. Маргарита Васильевна работает на кижах. Вы знаете прекрасно, что кижи — это объект всемирного наследия. Маргарита Васильевна изучает древесину, из которой, собственно, кижи, все деревянные постройки построены. Она и ее коллеги разработали и внедрили систему мониторинга, которая позволяет отслеживать уровни влажности в древесине. А влажность — это очень чревато для деревянных построек, потому что там, где влажность, там грибок, там гниение и прочие процессы, которые, собственно, могут привести к разрушению нашего памятника, которого в мире больше нет. Поэтому благодаря таким ученым, как Маргарита Васильевна, мы, собственно, кижи и имеем. Она также сыграла большую роль в реставрации Преображенской церкви. Александра Степанова — геолог. Александра Степанова работает в Карельском научном центре. Это замдиректора нашего института геологии. И ей принадлежит вот эта моя просто любимая цитата из проекта. И она изучает древние породы. Вы, может быть, слышали в последнее время, мы стараемся об этом еще больше говорить, о том, что в Карелии есть действительно очень интересные породы возрастом 2 миллиарда или даже больше, 2,5 миллиарда лет. В это время наш регион, Земля, на которой мы находимся, был в составе древнего континента. И, например, Александра Степанова буквально недавно, в конце прошлого года, представляла результаты исследования, в котором рассказывала, что найдены новые данные, которые подтверждают, что Карелия действительно, наш карельский каратон, входил в состав древнего суперконтинента Кеннерленд. Он называется... Мы находились тогда примерно в районе экватора, соседствовали с другими, там, канадский каратон или еще кто-то. Потом этот древний континент распался, и кусочки его были пересобраны в другой суперконтинент, он назывался Нуна, он тоже распался, и кусочки материка стали расползаться, и вот мы теперь там, где мы сейчас находимся. В это время у нас на территории развергались вулканы, и вы знаете, что чертов стул, да, это остатки древнего вулкана Гирвас, Игнайла и многие-многие другие. И вот наши ученые эти породы изучают. Наталья Михайловна Калингина тоже работает в Кореевском научном центре, она возглавляет лабораторию гидробиологии. Онежское озеро, конечно, это второй по величине пресноводный водоем Европы. Наридуя с Ладожским озером, они вообще составляют 90% всей пресной воды европейской части России, и объекты очень важны стратегически, и культурно, и во всех смыслах, туристически и экологически, конечно. И Наталья Михайловна с коллегами разработала эту систему мониторинга. Сейчас я попробую объяснить. Они много лет изучают состояние планктона в Онежском озере. То есть как себя чувствуют микроорганизмы, фитоорганизмы и зоопланктон животные. И на основе этих данных, данных о самочувствии этого планктона, ученые делают вывод о том, что сейчас происходит в Онежском озере, насколько оно загрязнено, насколько хорошо себя чувствуют вообще, и так далее. И благодаря тому, что этих данных очень много, то есть льдов за много-много лет, можно понять, в каком состоянии озеро находится сейчас. Елена Гулебякина — биолог, научный сотрудник Национального парка Вадлазерский. Национальный парк Вадлазерский, его территория почти полмиллиона гектаров, и он официально является биосферным резерватом ЮНЕСКО. Это значит, что там сохраняются и живут редкие виды, многие из которых занесены в Красную книгу. Но некоторые не занесены, но все равно являются редкими. Например, белка-летяга. И вот Елена, например, знает, как ее находить в лесу, несмотря на ее маленькие размеры. В чем проблема? Проблема в том, что вырубки, вообще наше отношение к лесу, очень сильно вредят белке-летяге, потому что они леса фрагментируют, леса уничтожают, а ей нужно место для перемещения. И, в общем-то, мы можем этот вид рано или поздно потерять. Нужно его изучать, нужно относиться к нему бережно. Ну, Елена, конечно, не только белку-летягу, но и многие другие редкие виды. Наши журналисты выезжали с ней в поисках редкого вида орхидеи. Орхидеи не нашли, нашли много другого интересного. Вот рекомендую фильм. Лидия Васильевна Вичинникова, конечно, главная, наверное, по карельской березе. Карельская береза, так, вы знаете, что она вообще уникальна. Она отличается своей узорчатой древесиной, своей прочностью, и она растет только в регионах, в странах Балтийского региона. И то не во всех уже, да, ее популяция стремительно исчезает. И ученые во главе с Лидией Васильевной помогают сохранять эту популяцию. У нас в Карнце есть большая коллекция генофондов, то есть вот клеточки берез, и не только клеточки, сами деревья, из разных регионов. В некоторых ее уже нет, да, то есть там в какой-нибудь области береза уже не растет. У нас вот еще она есть оттуда, ее клон, точнее. Ученые разработали, и Лидия Васильевна была одной из первых ученых, которые применили технологию клонального микроразмножения. То есть березу выращивают буквально в лаборатории, в пробирке, отдельно верхнюю часть, отдельно корешок, потом все это соединяется. Магия какая-то высаживается на улицу, но это очень интересно и очень важно. Надежда Валентиновна Лобановна, вы сегодня уже познакомились с Надеждой Валентиновной, но мы рассказывали о другом исследовании, конечно, о петроглифах. И именно во многом благодаря Надежде Валентиновне петроглифы были признаны объектом Всемирного наследия. Это была огромная, гигантская работа. И я предлагаю поаплодировать. И смотрите, мы чуть-чуть подробнее об этом исследовании. Ирину Анатольевну тоже вы видели уже сегодня. Вот, тоже предлагаю поаплодировать. И, может быть, подробнее посмотреть в нашем фильме о том, как проводился этот эксперимент по влиянию белых ночей, светового загрязнения, о том, как два года, если не ошибаюсь, жили, а четыре года крысы жили в Вивариуме. И это был, наверное, самый масштабный геронтологический эксперимент, связанный с этой темой в мире. Ольга Яковлевна Березина, физик из Петрозаводского университета, она возглавляет лабораторию... Нет, она не просто возглавляет, при ней она практически была с нуля создана, лаборатория оксидных микро- и наноструктур. Я сказала это. Микро- и наноструктур. И Ольга Яковлевна со своими учениками создаёт на основе нано-нитей интересные ноу-хау, разработки, связанные с использованием вот этих наноструктур в пробиотиках, в датчиках газа, ультрафиолета и других изобретениях. Но самая, мне кажется, фишечка этого фильма, и об этом не все знали, Ольга Яковлевна нам рассказала, спасибо ей большое. В своё время, когда на заре своей ещё карьеры научной, она участвовала в разработке космического аппарата, который был запущен на Венеру. Вы знаете, что в советское время Марс активно изучали американцы, а Советский Союз готовил миссию к Венере. И вот Ольга Яковлевна принимала участие в создании такого аппарата, он сломался, там сломалась небольшая деталька, никто не мог её починить. Она взяла и вручную её так вот чуть-чуть подсобрала, поправила, её поставили, аппарат полетел, успешно привенерился. Ну, мне кажется, это повод грудиться. Нашим учёным. Коллектив математиков из Института прикладных математических исследований, отдела комплексных научных исследований нашего центра занимается теорией игр. Несмотря на то, что звучит это немножечко так легкомысленно, теория игр на самом деле, это серьёзный раздел математики. И он изучает взаимодействие участников различных систем, конфликты, равновесия. В общем, это всё очень сложно. Очень много премий, нобелевских премий по экономике вручалось именно связанных с разработками по теории игр. И вот я расскажу буквально об одном, об одной из героинь. Наталья Никитина разработала и внедрила, даже, она просит поправлять, реализовала проект, то есть внедрила в жизнь систему, которая позволяет всем пользователям интернета, независимо от образования и прочих факторов, принять участие в поиске лекарства от COVID-19. Этот проект сейчас длится, в нём действительно может принять участие каждый. Это так называемое добровольное вычисление. То есть от пользователей, то есть волонтёров, по сути, добровольцев, требуется установить на компьютер программу, которая будет работать в фоновом режиме, когда компьютер будет простаивать, и таким образом вы будете делиться мощностью своего компьютера, электричеством, трафиком, делиться нужно чем-то. И эта система работает как глобальный суперкомпьютер, то есть объединяется мощностью многих-многих компьютеров, и это нужно для того, чтобы найти среди миллиардов, просто говорят их как звёзд на небе, молекул, те жизненно важные для существования вируса, ну, коронавируса, по сути, да, как только они будут найдены, они станут мишенями, с которыми можно будет работать. Вот, проект длится, Наталья говорит, что уже есть интересные результаты, можно будет скоро о них почитать, мы обязательно расскажем на сайте Корнце. Вот здесь есть QR-коды, можно скопировать, поучаствовать. И, наконец, десятый фильм у нас вышел 31 декабря, это было прям счастье, праздник. Его героиней стала Светлана Александровна Мурдина, она биохимик, кстати, она ученица Нины Николаевны, Немовой, о которой я говорила, да, стала академиком. И она, так совпало, вот мы не подстраивались на самом деле, но когда мы предложили ей участвовать в проекте, она сказала, что она скоро отправится в экспедицию в Антарктиду. И это было невероятно, и она уже с корабля слала нам видео о том, как она плывет. И это была ее мечта действительно отправиться в эту экспедицию. И она ученая высокого очень уровня, и ехала туда, чтобы исследовать, как организмы адаптируются к существованию, к жизни в очень суровых морских холодных условиях. На самом деле это очень важно, они изучают липиды, которые потом могут быть использованы в качестве биодобавок, например, рыбий жир, да, омега-3, все знают. И это действительно полезно для здоровья человека, особенно когда мы живем на севере. Вот. И, в общем, это был какой-то невероятный опыт, когда 31 декабря, под Новый год, мы выпустили фильм с кадрами из судна Академик Келдыш, где ученые говорят, что нужно стремиться идти к своей мечте, несмотря на все препятствия, и что если очень захотеть приложить к этому усилия, все сбудется. Так, вот это какое-то небольшое хвостовство, я его упущу там, о том, что о нас рассказывали, разные ресурсы. Обычно все, когда говорят о теме женщин-ученых, обращаются к истории, да. Всем известна Мария Кюри, первая женщина, получившая Нобелевскую премию, Софья Ковалевская, отечественный математик, но мало кто знает вообще об ученых в Карелии в историческом аспекте. И я сейчас собираю материал о Галине Сергеевне Биске. Это первая женщина, доктор наук в Карелии. И она совершенно невероятная, я уже это поняла, и скоро об этом тоже расскажу. Значит, она изучала четвертичную геологию, как я уже сказала, была первым доктором наук. И ее книга, кстати, на основе монографии в докторской диссертации до сих пор используется учеными, и она очень актуальна. Но кроме того, Галина Сергеевна боролась с планами поворота северных рек на юг. Слива воды из Онежского озера для пополнения, господи, из Белого моря через Онежское озеро для пополнения Каспия. В общем, в советское время были вот эти гигантские безумные проекты. И недавно я буквально листала подшивку, где я читала материалы о том, что Галина Сергеевна говорит, что делать этого ни в коем случае нельзя. И недавно я общалась с ее сыном, ездила в Петербург, ему уже тоже много лет, и он рассказывал удивительную историю. Вот последнюю вам расскажу буквально. Галина Сергеевна отправилась во время войны Великой Отечественной в эвакуацию на Урал. Она была молодая, только буквально окончила университет, но уже было двое детей. С мамой, с тетей, по-моему, они поехали, приехали на какой-то неизвестный полустанок буквально, и она поняла, что годы предстоят тяжелые, и нужно чем-то семью кормить, как-то жить. И ей сказали, что где-то в соседней деревне за 40, по-моему, километров продают корову. И она пошла на Урале пешком, через тайгу за 40 километров, чтобы купить эту корову. Она купила, и ее еще в батник забрали, вдобавок к деньгам. И она привела эту корову через лес, в эту деревню, и они вышли в итоге, выкормили, ну, эта корова спасла буквально их. И более того, она в конце эвакуации смогла договориться с железной дорогой, чтобы эту корову забрать в Ленинград. Она догадывалась, что в послеблокадном Ленинграде голод, разруха, и нужно, в общем, как-то выживать. И они ехали в маленьком вагончике с коровой, с семьей. И, в общем, она их еще в Ленинграде кормила не один год. Это такой небольшой факт, но он говорит о силе ученого, о ее стойкости. И она потом не раз проявлялась и в научных изысканиях. И, в общем, невероятно. Вот. Там у нас был на две минуты ролик про нее как раз. Я не знаю, будем ли мы по времени успеваем или нет. Это съемки, интересно, архивные, там, где, собственно, сама Галина Сергеевна говорит. Расскажем еще об одной замечательной труженице нашей республики. Мы в Карельском филиале Академии наук СССР. Отдел геологии разрабатывает методику поисков закрытых рудных месторождений. Здесь составлены геологические карты республики. Эта работа проведена под руководством Галины Сергеевны Биско, доктора географических наук. Выпускница Ленинградского университета Галина Сергеевна работала на Урале, а после защиты кандидатской диссертации была направлена в Карельский филиал Академии наук. Ее перу принадлежит эта книга. Доктор географических наук Биско помогает изыскателям полнее раскрыть природные богатства Карелии. Предоставим ей слово. Говорят, геология не женская специальность. Я с этим не согласна. Правда, работать геологом трудно. Но наши советские женщины не боятся трудностей. Я не жалею, что избрала себе такую профессию. Мои дети тоже полюбили геологию. Они сейчас студенты геологического факультета Ленинградского университета. В настоящее время я и мои сотрудники разрабатываем методику поисков закрытых рудных месторождений. Эта методика поможет открыть полезные ископаемые, необходимые для нужд народного хозяйства. На этом позвольте мне закончить. Я думаю, что у нас есть прекрасный повод гордиться нашим регионам еще больше, благодаря исследованиям наших замечательных женщин-учонок. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.